Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. 12 побед и 8 поражений. Это пока. Ведь финишная прямая из двух домашних матчей может кардинально изменить рисунок турнирной таблицы. Если нам повезет, то мы можем быть и третьими, и вторыми в регулярном чемпионате, но это зависит уже на сегодняшний день не только от нас, но зависит в данный момент от соперников. Главный тренер Самарского клуба ставит одну задачу перед баскетболистами – два матча, две победы, так как от набранных или потерянных очков будет зависеть не только итоговое место в турнирной таблице. Ну и какой соперник попадется в Самаре в первом раунде плей-офф. Поэтому на каждой тренировке во время всего чемпионата страны Сергей Зазулин требует от спортсменов полной самоотдачи. Мы всегда в такой обстановке тренируемся, всегда обстановка напряженная. И я думаю, это нам помогает все равно и морально, и все равно как бы физически постоянно накал, постоянно в движении, поэтому мы с каждой командой можем играть на равных в этом сезоне. Домашняя серия игр пройдет в МТЛ-арена. В среду Самара принимает Пермскую Парму в 7 вечера, а в субботу Ижевский Купол Родники. Начало последнего матча регулярного сезона в 3 часа дня. Не менее захватывающий матч ожидают хоккейных болельщиков. В среду и четверг на Ипподром-арене в 7 часов вечера состоится финал по Волжья юношеской хоккейной лиге. Встречаются Самарская Комета и Казанский Акбарс. Хоккейные эксперты оценивают это достижение местной команды как выдающиеся. Ведь после определения чемпиона федерального округа обе команды поедут на розыгрыш финала первенства России. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова